Обильный снегопад и сильный боковой ветер, которые наблюдались в Запорожье в минувшую субботу, стали причиной множества аварий в областном центре и за его пределами. Сотрудники госавтоинспекции говорят, больше всего автомобили пострадали на крутых спусках и подъёмах на участке автомагистрали Харьков-Симферополь от Запорожья до Васильевки. Фуры просто складывались на проезжей части, либо съезжали в кювет. Техника портувала в дорожных службах, но она не справилась с таким снегопадом, который до нас тратился. И в связи с этим были затори на дороге. Мы были замужены обмежать рух транспортных средств великого вага и вантажных, которые двигались с места Запорожья и с места Васильевка. Легковые автомобили и автобусы двигались в обычном режиме. На некоторый час мы обмежали, когда проходила обработка дорожного покрытия. Для помощи водителям, которые стали заложниками непогоды, привлекли максимальное количество личного состава госавтоинспекции, госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также службы автомобильных дорог в Запорожской области. Из снежного плена удалось вызволить около 40 грузовых автомобилей. Кроме этого, не было зафиксировано ни одного случая переохлаждения водителей. «Не доезжая до Запорожья, меня выкинуло кувет. Я сидел, грелся, грелся, закончился бензин. Сотрудники ГАИ дотянули меня до поста. Чаем напоили, обогрели. Сейчас вот сижу, жду родственников, заберут меня. Спасибо работникам ГАИ за то, что дотянули, обогрели, чаем напоили». Представители госавтоинспекции в Запорожской области утверждают, все службы сработали максимально оперативно, поэтому ситуация на дорогах области стабилизировалась к утру воскресенья. Специалисты напоминают, зима только началась, а поэтому запорожским водителям всегда нужно быть готовым к сложным погодным условиям. «Хотелось только напомнить, может быть, да, такие элементарные советы для автолюбителей, которые выезжают на дальние поездки, загородные поездки. Держать по возможности заправленный автомобиль, держать по возможности заряженными батареи мобильных телефонов, иметь в салоне хотя бы элементарный, скажем так, набор тёплого белья и термос с горячим чаем, чтобы, скажем так, за тот период, когда придёт помощь, чтобы какое-то время успеть сохранять тепло в салоне автомобиля».